Господи Божий мой, на тебя уповад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в неделю месопустную о страшном суде. За богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьяка на Святотроицкой Александра Невской Лавры отца Александра. Речи Господь, егда придет Сын Человеческий в славе Своей, и все святие ангели с Ним, тогда сядет на престоле славы Своейя, и соберутся пред Ним все языцы, и разлучит их друг от друга, якоже пастырь разлучает овцы от козлищ, и поставит овцы одесную себе, а козлища ошуюю. Тогда речет царь сущим одесну его, приидите благословение отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Тогда отвечает ему праведница глаголюще, «Господи, когда тебя видихом алчуще и напитахом, или жаждуще и напоихом? Когда же тебя видихом странно и ведохом, или нага и одеяхом? Когда же тебя видихом боляще или в темнице, и приедохом к тебе?» И отвечает царь, речет им, «Аминь, глаголю вам, понеже сотвористи единому сих братьям моих меньших, мне сотвористи». Тогда речет и сущим ошуюю его, «Идите от меня проклятие во огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Залкаксебо и не дасте миясте, возжадаксе и не напоисте меня, странен бег и не ведосте меня, наг и не одейсте меня, болен и в темнице, и не посетисте меня». Тогда отвечает ему идти, глаголюще, «Господи, когда те видихом алчуще, или жаждуще, или странно, или нага, или больно, или в темнице, и не послужихом тебе?» Тогда отвечает им глаголя, «Аминь, глаголю вам, понеже не сотвористи единому сих меньших, не мне сотвористи». «И идут сии в муку вечную, праведницы же в живот вечный». Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. «Сказал Господь, когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей и соберутся пред Ним все народы, и отделит от них от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и пославит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону его, «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным, или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из всех меньших, то не сделали мне, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Повествование о суде Господь начинает с уподоблением своего второго пришествия торжественным выходом земных царей во славе своей. «Господь явится как Царь и Судья Вселенной, сопровождать Его будут все святые ангелы, а встречать все люди, как живые, так и воскрешенные из мертвых, все когда-либо жившие на земле. Когда же придет Христос во славе своей, как Царь Небесный, то отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Архиепископ Оверки Таушев замечает, «Овцы символизируют праведников, так как они служат образом невинности и простоты, а козлы – осуждаемых, так как они служат образом недобрых нравственных качеств, и от них нет никакого плода из тех, что приносят овцы – ни шерсти, ни молока, ни ягнят. Овцы будут поставлены по правую сторону, так как она всегда считалась почетной и назначалась самым близким людям, а козлы – по левую, менее почетную сторону, означающую в данном случае место осуждаемых». Удостоившиеся благословения Бога Отца христиане в Новом Завете часто называются наследниками обещанных благ, как истинные чадо Божии, которым принадлежат блага, уготованные Богом людям. «Потому и скажет Царь Небесный, придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Как видно из этой картины Страшного Суда, праведники наследуют Царство Небесное за дела любви и милосердия к ближним, потому что только дела доказывают истинную веру и благочестие христианина. Византийский богослов XII века Ефимий Зигабен поясняет, «Обрати внимание на то, что здесь говорит об одной только любви к ближним, и по ней одной праведным присуждает награду, а грешникам – наказание». Говорит по преимуществу о важнейшей добродетели христианина, устрашая нас таким образом и убеждая, что мы, люди, были человеколюбивы, так как будем нуждаться в то время в его человеколюбии. Перечисляет различные виды человеколюбия, чтобы, если возможно, мы исполнили все, а если нет, то, по крайней мере, те, какие можем. «Лишенным же даров благословения Господь скажет, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Огонь здесь изображает высшую степень мучения. Сам образ заимствован от огня долины Эномовой к юго-западу от Иерусалима, где совершались во время уклонения евреев выдалопоклонство жертвоприношения Малоху, и куда потом свозились нечистоты и трупы казненных. Для очищения этого места там постоянно горел огонь, почему оно и получило прозвание «долины огненной» и стало служить образом вечного мучения грешников. «И сколь бесконечными будут мучения грешников, добровольно отвергнувших Божью любовь, столь же вечным и нескончаемым будет блаженство праведников, начало которого наступает еще в земной жизни». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, раскрывают перед нами следующую истину. «Богу важны не накопленные нами состояния или приобретенная слава, но доброе отношение к нуждам ближнего и оказанная нами помощь, то есть дела любви и милосердия без всякой надежды на воздаяние. Только так мы учимся любить, не ища своего, но устремляясь к любви Христовой. Помогай нам в этом, Господь!» «Господи, Божий мой, на тебя упомяй, спаси меня от всех гонящих меня, избави меня». Субтитры создавал DimaTorzok